Привет! Это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам о причинах кровоточивости десен у собак. Кровоточивость десен у собак – неприятное явление, которое пугает большинство владельцев лающих. Однако, всегда ли кровь во рту у собаки является свидетельством серьезных проблем со здоровьем у животного. Давайте подробнее разберем самые распространенные причины кровоточивости десен у собак. Травма – первая причина. Кровоточивость десен может быть признаком того, что собака недавно поранила полость рта чем-то острым. Как правило, кровоточивость в этом случае проходит сама спустя несколько дней. Если же десны у собаки кровят длительное время, стоит показать животное специалисту. Смена зубов – вторая причина. В этом случае кровоточивость десен вполне естественна и не говорит о каких-то серьезных нарушениях в работе организма животного. У большинства лающих кровоточивость десен появляется в возрасте 4-6 месяцев. Именно в этот период молочные зубы меняются на коренные. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Стоматологические заболевания – третья причина. Кровоточивость десен часто возникает в результате кария, сапародонтита и стоматита. В большинстве случаев причиной появления этих заболеваний является плохой уход за полостью рта животного. Регулярно чистите зубы вашей собаки и не пропускайте осмотра. у ветеринарного врача. Неправильное питание – четвертая причина. Очень острые кости могут поранить ротовую полость животного во время еды, а неподходящая вредная пища зачастую становится причиной заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые нередко сопровождаются кровоточивостью десен. Проблемы с гормональным фоном. Пятая причина. Диагностировать такую причину кровоточивости десен может специалист после получения результатов анализов животного. Кровоточивость десен у собак может быть признаком как серьезных нарушений в работе организма, так и естественных физиологических процессов. Внимательно следите за состоянием вашего питомца и при серьезном ухудшении его самочувствия незамедлительно обращайтесь к ветеринарному врачу. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!